Всем олимпийский привет из Пекина! Друзья, прямой эфир прямо за олимпийской столицей 24-х зимних олимпийских игр. Меня зовут Эма, и совсем скоро к нам присоединится посол олимпийской команды Евгения Медведева. Так, давайте я сейчас добавлю Женечку сюда к нам. А вот Женечку уже отправила сама запрос. Это Евгения Медведева. Так, ждем подключения. Женечка, привет! Привет! Рада тебя видеть. Сегодня поговорим с Женей, потому что Женя у нас посол на олимпийские команды. Если вы следите за Женей в Инстаграме, она пристально болеет и переживает за всех наших ребят. И я знаю, что она в курсе всех событий, поэтому интересно узнать ее мнение по поводу всего, что происходит. Вот по ее мнению всего, что происходит здесь, в Пекине, потому что Евгения тоже находится здесь, в Пекине. Она комментирует фигурное катание на Первом канале. Женя, ты сегодня выспалась, потому что мальчики рано начали свою тренировку. Я не выспалась, я не выспалась, я встала сегодня в 6 утра, легла я сегодня в 4 утра, так что у меня, да, не было совсем спать. Я это наверстала, когда мальчики отстали, все все выиграли, мы оказались сегодня просто невероятный класс. На Пекине меня настолько это выжило, настолько съело всю энергию во мне, что я пришла, я просто вырубилась и спала, наверное, где-то в 4. Так что я наверстала. Ну ты сейчас выспалась, ты бодра, ты весела, как мы видим, ты прекрасно выглядишь. Значит, по поводу промежуточных результатов. У команды ОКР 2 золота, 3 серебра, 6 бронзовых наград, всего у нас 11 медалей. Давай поговорим, наверное, начнем с того, что сегодня происходило на катке, фигурное катание, мужчины. И твои впечатления, ты комментировала этот турнир. Это наша фишка, это будет наша фишка с тобой, потому что в ТикТоке было то же самое. Расскажи, как впечатления. Во-первых, ты была на тренировках. И насколько тот результат, который парни показывали сегодня в произвольной программе, отличался от того, что ты видела именно на тренировках? Слушай, на самом деле я даже немножечко пожалела, что приехала на тренировку, потому что надо все-таки думать было, что тренировка ранняя, и очевидно, что многие не будут делать свой мак. В основном было так, что кто-то пропускал свою музыку, либо прям пару элементов делал и уходили со льда. Сегодня тренировался, сделал тройные попрышки и ушел просто, читаясь в музыке. И, конечно же, самая жара началась в последней группе участников, потому что на утренней тренировке Нейтан Чен решил, что как бы, ну а что такого, день Олимпиады, да, произвольная программа, почему бы в 8 утра не откатать целиком произвольную программу на тренировках? Вау! Там всего одно вращение, а так он ехал целиком программу, да. И это, конечно, доказывает его уровень подготовки, и доказывает, что не просто так он олимпийским чемпионом-то сегодня стал. Расскажи, пожалуйста, Юзу Руханио все-таки вставил четверную аксель в произвольную программу. Удалось ли тебе вообще попасть на его тренировку? Потому что я видела у коллег, что там просто безумные очереди были, билеты раздавали, и не всем хватило. В очереди были, я два раза пыталась в тренировочную арену попасть, у меня так ничего и не вышло, потому что нужно было вставать в очередь, чтобы получить специальный стикер, и по этим стикерам пускали шаттл в машинку, чтобы доехать до тренировочной арены. То есть это было максимально сложно и из ряда невозможного. Появились люди, которые были готовы мне помочь, разные люди абсолютно из разных стран, но вот все равно не судьба, я вот так и не попала на тренировочную арену. Но на другие группы участников, где юзера не участвовала, можно было спокойно прийти, так что я наблюдала за другими. Так что непосредственно на его тренировку я попадала только в день короткой программы и в день произвольный, но все равно тренировки были в экономном режиме, чтобы силы сохранить на прокат. Смотри, получается, человек вошел на риск, если бы не этот четверной аксель, по сути, он мог бы стоять на педестале почета. Но насколько, на твой взгляд, для двухкрахного олимпийского чемпиона, условно серебро или бронза, являлись целью этих олимпийских игр, и насколько он был бы доволен собой? — Знаешь, я сегодня в эфире сказала, что, наверное, единственный человек, который может себе позволить риск на олимпийских играх, это Юзуру Ханю. Юзуру Ханю сегодня выходил и воплощал свою детскую мечту. Но это факт. То есть на протяжении всей своей карьеры он хотел исполнить четвертый аксель, и сегодня он это сделал на олимпийских играх. Да, это оказалось без медали, но цель была выполнена, и человек исполнил свою мечту. — Правда, для меня Юзуру еще такое, знаешь, воплощение того, что каждый приезжает на олимпийские игры со своей целью. То есть не у всех эта цель, именно вот золотая медаль. Многие зрители, болельщики просто начинают говорить, ну зачем ехать, если не золото. У каждого там свои цели, потому что, например, фигурист из Мексики, он абсолютно кайфовал от того, что он находится на олимпийских играх, и для него в целом нахождение вот в этой тусовке олимпийской, быть олимпийцем уже очень круто. Это настолько чувствуется, когда он катается? Наверное, просто нам сложно принять тот факт, что как это Юзуру Ханиу приезжает на олимпиаду без цели выиграть. Да, очевидно, что приезжает на нее, чтобы встать на пьедестал, на верхнюю ступень пьедестал. Он дважды уже это сделал и был абсолютно намерен сделать это еще раз с историческим событием. Но при этом у нас есть Нейтан Чен, который немножечко возражает этим планом. Но сегодня так, сегодня действительно победил сильнейший, потому что мы увидели такие прокаты, которые, ну, прокаты десятилетий, просто не то, что олимпийских циклов. Тот же Юма Кагияма, который себя проявил просто на космическом уровне и поражает даже больше не то, что он делает, а то, что он сейчас делает, и у него еще запас есть. То есть у него есть развитие, потому что ему всего 18 лет, и видно, что он еще как фигурист будет формироваться, то есть у него будет появляться свой характер, у него будет появляться своя харизма, да, то есть какие-то там жизненные обстоятельства, возможно, заставить его пережить какие-то эмоции, которые он потом будет выкладывать нам на льду, и это будет что-то просто фантастическое, если он сохранит свою технику. И, наверное, это один из самых мощных котунов на этой Олимпиаде, потому что техника его скольжения просто поражает. То есть он делает один толчок, и он едет на всю поляну просто с потрясающей скоростью. Что касается наших парней, мне кажется, очень достойно и боролись, и мне кажется, что можно их похвалить хотя бы за то, что они не бросали катать и просто вырывали каждый элемент, боролись до конца, это достойно похвало им. огромное нашим ребятам, что они начали ломать этот стереотип, что наши ребята нестабильны. Да, да, да. Начали это ломать. То есть, да, были где-то какие-то ошибки, были... Так, сейчас я фильтр уберу, мне не нравится. Не знаю, правда, как это сделать. Здесь вообще немного поменяли все в Инстаграме, потому что раньше здесь можно было прям в прямой эфир загружать фотки. Я подготовила кучу фоток наших спортсменов, но почему-то я не могу их загрузить, поменял алгоритм Инстаграма, и вот на этом телефоне нет такой возможности. Так бы я вам сейчас показала фотографии наших прекрасных и Женечки Семененко, и Марка Кондратюка, и Андрюша Мазалева, прям все бы сейчас посмотрели. Но смотрите на меня в верхнем квадрате. Да, мы много чего интересного расскажем. Вот, наши ребята, да, возможно, мы от них даже не ждали пьедестала того же, да, хотя Марк Кондратюк, опять-таки напомню, что сейчас в статусе действующих олимпийских чемпионов выходили. Да, на секундочку, кстати, да. Аню и Марк Кондратюк, да, ну, то есть олимпийский чемпион. Конечно же, мы от него ждали высокого уровня, но давайте вспомним, как он выложился на личном, на командном зачете. И объективно было сложно сегодня. Было сложно, было много времени, точнее, сейчас. А, ходило много слухов, почему Марк вчера не вышел на тренировку, да. Вот, вот об этом я хотела сказать, что у него запланированно вчера был целиковый выходной, и неважно, сегодня произвольная программа, потому что, ну, лимит человеческих возможностей, он все равно есть, да. Поэтому Марк сегодня сделал максимум, выжил максимально все, что мог. Вот, и, конечно же, наши остальные ребята, да, возможности только получилось, да, но они настолько вкладывались энергетически, и вот именно олимпийское катание. И вот мы еще в эфире сегодня обсудили, что все-таки как же отличается произвольная программа на том же чемпионате мира и произвольная программа на олимпийских играх. Это абсолютно, как бы другие люди выходят на лед. А что другое, что другое ощущение того, как они катаются, переживают, или вот что чувствуется? Что тебе видится твоим профессиональным взглядом? Почему-то у спортсмена как будто бы появляется зеркало, в котором виден весь его путь, который выкатал. У кого-то он короче, у кого-то он сильнее, у кого-то он тернистее, у кого-то прямее, да, но каждый спортсмен, который выходит на олимпийские игры, отражает... Все-таки фигурное катание — это спорт, и спорт — это всегда сложности, и наш спорт еще наполовину искусства, а как мы знаем, искусство рождается в мучениях, и это факт. То есть просто так оно все, ну, не получается, и каждый спортсмен, который выходит на арену, достоин и похвалы, и достоин всего-всего самого и лучшего в этом мире вообще. И мне вот многие говорят, что, Женя, вот ты вот комментируешь, а вот как можно каждого хвалить, да, вот как так-то? Блин, я так с тобой согласна, но ты знаешь, мне кажется, вот это может поднять только спортсмен. Да-да-да, ты прервалась. Я говорю про то, что вот я настолько согласна с твоими словами, но вот это может понять, мне кажется, это только спортсмен, который выходил один в многотысячный зал и понимает, что это такое. Да, это правда, и многие комментаторы, потому что у нас комментаторские позиции с другими странами находятся прям близко-близко. Мы вот сидели рядом с китайскими комментаторами, и все удивляются, почему же мы с Алексеем вскакиваем, начинаем прыгать, хлопать, и вот почему мы так реагируем, да? Мы просто как люди, которые выходили, мы были там, мы вот прям вот знаем, что это такое, мы знаем, каково это выступать на Олимпийских играх, и знаем, что поддержка зрителей и вообще людей это самое важное, что как бы мы ждем вообще от этих Олимпийских игр, и мы вот прям искренне радуемся за каждого спортсмена, у которого все получается, потому что мы понимаем, какое это для них счастье, и мы радуемся вне зависимости от того, за какую страну спортсмен выступает. То есть, ну, это просто наш вид спорта, за который мы болеем, потому что это просто фигурное катание. Да, мужчины завершили свое выступление здесь на Олимпийских играх, мы их поздравляем с окончанием турнира абсолютно полностью. Переходим дальше. хоккей. Вчера наша сборная стартовала на Олимпийских играх, играли в групповой этап, первый соперник сборной Швейцарии, я знаю, что ты была на этом матче, поделись впечатлениями. В общем, сколько часто ты ходишь на хоккей, смотришь, за кого болеешь, вот хочется понять глазами фигуристки, как катят, Женя, как катят, оцени технику скольжения. Плохо. Вчера докатили до 1.0 в нашу пользу. Да, это такой начальный тур, начальная игра была, но скажу так, что в начале мне показалось, что все немножечко сдержанные были, возможно, разминались, пробовали Олимпийский лед, и как-то не было вот этого вот кольжа, но уже наконец там пошли и драки, и задирания, и вот, конечно же, забили нашу шайбу, решающую одну, единственную за весь матч, так что, да, вчера, вчера было интересно. Ты забрали в хоккее? Это, знаешь, вечный вопрос, который девчонкам задают. Хоккеисты дерутся на льду, вам нравится, но такое проявление мужественности и еще чего-то? Я, честно говоря, не знаю, как я к этому отношусь, потому что за хоккеем слежу, но вот с позиции фигуристки, да, и то есть я не могу представить, что ко мне кто-то подъедет и начнет там как-то подбирать, поэтому я как девушка, я не знаю, как я на это смотрю, но знаю, что это неотъемлемая часть игры, все-таки мужчины играют, да, и это вот спортивный огонь, и никуда от этого тенишься, оно будет. Эмоции, эмоции, наше все, но надеемся, наша сборная так и продолжит победную и, так сказать, подтвердит статус, потому что наши, наши, наши хоккеисты, действующие олимпийские чемпионы, Хенчхан, мы помним, как сегодня, очень хочется, чтобы они подтвердили статус именно олимпийских чемпионов. Видела у тебя сториз, просто потрясающий финал тогда выдался, и нам победу выдали. Да, кстати, тогда в Хенчхане всего две золотые медали у нас было, как раз-таки фигурное катание и хоккей, одни из основных видов спорта для России на зимних олимпийских играх, и еще один такой, у нас таких спорт, благо, очень много видов, один из них это лыжные гонки, и я видела сегодня, ты переживала в сториз за Наталью Непряеву, которая проиграла бронзовую, вот бронзовую медаль свою, упустила, вот ноль, одна десятая, но это ничто просто. Да, это очень обидно, и именно про такие моменты тренеры всегда говорят, что не бывает мелочей, ну совсем, ну не бывает, и мы, наверное, давайте вспомним еще такую историю, что Евгений Плющенко олимпиаду свою проиграл одним прыжком, двойным тулупом, то есть если бы он сделал этот двойной прыжок, казалось бы, то есть человек прыгает четверные, ну что, что стоит двойной прыжок прыгнуть, то все бы получилось бы, и вот опять-таки, особенно на олимпийских играх не бывает мелочей, это всегда так обидно, когда вот вот оно вот перед тобой вот лежит, вот просто руку протянуть, да, и вот такое вот случается, но, к сожалению, от этого никуда не деться, хочется просто поддержать, да, это тяжело. Если говорить про обидные проигрыши, это, мне кажется, проигрыш Максима Цветкова, нашего биатлониста, который шел первым, первым в индивидуальной гонке, и, к сожалению, на последнем огневом рубеже, и мы все следили, мы все охали-ахали, каждый раз он закрывал мишень за мишенью, но, к сожалению, какая-то пауза была перед посредним выстрелом, и он промазывает и проигрывает не бронзовую медаль, он остается четвертым, когда мог выиграть золото, и я где-то читала, что он сказал, что ему вот этот посредний выстрел будет сниться. Да. Я говорю, у меня все мурашки по боже, вообще. Так как не буду, наверное, сейчас очень лояльным человеком, это правда, ему, к сожалению, это действительно будет сниться, потому что это, наверное, страх каждого спортсмена, каждого олимпийца сделать на старте что-то такое, что вот сам от себя не ожидаешь, и это помешает результату, и, ну, действительно, просто страшно, что это будешь видеть в снах, вот, перед глазами, поэтому, конечно же, очень жаль, очень хочется пожелать поскорее справиться с этим, потому что, ну, придется, придется потратить время, чтобы, чтобы свыкнуться, но, да, да, такое случается, такое случается, и, опять-таки, вопрос концентрации, наверное, просто нужно чуть-чуть было додержать, додержать, и в фигурном катании такое тоже, к сожалению, я извиняюсь, я все приравниваю к фигурному катанию, потому что я под диким впечатлением и сейчас, и у меня флешбеки на четыре года назад я себя на Олимпиаде вспоминаю, вот, и в фигурном катании тоже такое бывает, вроде бы, вот все, все сделаешь, и ты падаешь с последнего прыжка, казалось бы, с самого легкого, да, там, с двойного акселя, и все, и ты ничего с этим не сделаешь, время назад ты не отмотаешь и переделаешь, к сожалению, насколько бы это не хотел, вот. Ты всегда, вот ты говоришь, что ты всегда возвращаешься и сравниваешь с фигурным катанием, я всегда сравниваю там со своими прямыми эфирами на федеральном канале, и иногда ты тоже запинаешься на простом слове из серии «победил», но ты это слово всегда как бы озвучиваешь, и ты неожиданно, неожиданно ты запнулась, и вот после эфира ты начинаешь себя корить, ну, ты же проговаривала, ты же знала, ты же умела, но здесь как бы огромное отличие от того, что у меня еще будет эфир на следующий день, а у Максима Цветкова следующая Олимпиада это 4 года, следующие Олимпийские игры это 4 года, и я когда об этом задумываюсь, вот я прям крепко об этом думала несколько часов, мы обсуждали с коллегами, и я думаю, вот просто все силы сейчас всю поддержку туда к Наташу Непряевой и к Максиму Цветкову, потому что, мне кажется, вот наши слова и всякие эмоции, сердечки спортсмены все видят, спортсмены все читают, друзья, поэтому как можно больше, пожалуйста, поддержите наших ребят, Наташу и Максиму, им будет очень приятно. В таких ситуациях, наверное, меньше вопросов нужно задавать, потому что нет ответа на вопрос почему, как, из-за чего произошло, это не те вопросы, которые уже нужно задавать, потому что все, к сожалению, в прошлом, и меньше вопросов, больше поддержки, больше сердечек, хорошо, что у нас существуют эмоджи, которые вместо тысячи слов, возможно, даже одно сердечко будет намного приятнее и как-то правильнее, нежели вопросы, которые будут грузить спортсменов. Ну, есть у нас и удивительная история, вообще, Олимпийские игры для меня это истории каждого из тех спортсменов, которые присутствуют здесь, на этих играх, и одна из них это Татьяна Иванова, наша саночница, ты наверняка тоже в курсе этой истории, она выиграла бронзу, впервые за очень-очень-очень много лет у нас медаль, личная медаль в личном первенстве, в Санхах, у Танечки была серебряная медаль, но в эстафете, на играх в Сочи, и вот спустя восемь лет у нее бронза в личном первенстве, при этом, мне кажется, вот сейчас у тебя снова будет сравнение Жени с собой четыре года назад, потому что Таня получила травму за два месяца до Олимпийских игр, серьезной травмы ноги, при том, что она получила ее именно на этой трассе в Китае, и сейчас она просто восстанавливалась молниеносно, как могла, я помню, мы с ней переписывались, общались, ей надо было еще успеть на этапы Кубка мира, чтобы отобраться на Олимпийские игры по баллам, и я за нее переживала, как за себя, за ее ногу, за все, все-все-все, и вот она приезжает сюда на пекинскую трассу, где она получила травму, и выигрывает бронзовую награду. Я знаю, что, ну, как бы мы все знаем, что у тебя была такая же ситуация, у тебя была травма за несколько месяцев до Олимпийских игр, что вот чувствует спортсмен в этот момент? Ты четыре года готовишься, и тут бац, то, что от тебя в целом не зависит. Что чувствует спортсмен? Спортсмен чувствует страх. Страх перед будущим, страх перед тем. Ну, вот у меня, у меня так было. Было очень сложно себя настроить на позитивный лад, потому что, когда ты сидишь в гипсе, у тебя, ну, все спортсмены, все твои соперники, самое главное, они готовятся, они выходят на соревнования, они зарабатывают, себе рейтинг, имя, и ты сидишь дома, на диване, и смотришь это все по телевизору с гипсом на ноге, без возможности ходить и передвигаться без помощи, и ты понимаешь, что через два месяца ты должен быть в лучшей форме, чем твои соперники. И это, конечно, очень сложно, и люди, которые с этим справляются, я знаю, что я не единственная абсолютно, которая проходила через это, все-таки, олимпийцы, спорт, это постоянные травмы, это постоянный риск, особенно в таких видах спорта, вот как у саночников, да, ну, это, конечно, сложно, сложно очень. но вот без лукавства, скажем, это, например, страх, но тут вопрос встает таким ребром, что ты парваешь страх, и сквозь него ты идешь и делаешь свой максимум, либо же все-таки у тебя что-то не получается, и именно вот этот вот период времени, когда через вот такими скрупными глазами от паники, потому что ты не представляешь, как твое тело сможет зарастить связку или там сможет зарастить хвост там за считанные вот дни, да, это, ну, по сути, невозможно, но при этом силой мысли ты как-то заставляешь это, твое тело это сделать, у тебя получается, ты выходишь и показываешь свой максимум, еще берешь медаль, и еще морально справляешься с тем, что вот флэшбеки все равно есть, да, то есть травма получена на этой трассе, это еще и морально нужно справиться себя преодолеть, потому что блоки есть, блоки все равно они будут, потому что в голове всплывают эти кадры, да, вот это падение, этой травмы, и, ну, так уж наш мозг устроен, и, конечно, нужно полностью отключить чувство самосохранения и просто идти и делать. А после Олимпийских игр у тебя были последствия вот травм, потому что ты ведь достаточно быстро ее залечила? Я не сказала бы, что я довольно-таки быстро ее залечила, да, у меня получилось войти в следующий сентябрь, в опусках, но после Олимпийских игр я не выходила на лед где-то 4 месяца, то есть у меня довольно-таки длительный период, поскольку я на травме выступала, не могла себе позволить восстановиться нормально, реабилитация заняла намного больше времени, чем как бы я раньше взялась бы за свою травму, вот. Так что не могу сказать, что быстро это прошло. Но быстрее, чем у нас обычных людей, обычных болельщиков, знаешь, потому что таланты меня суперспособны. Да вот вами спортсменами что-то движет, я не понимаю, вот хочется секрет понять, что Таня Иванова, что ты, вот вами что-то движет, вот это олимпийское движение, попасть туда, потому что это цель, это главное в вашей жизни, и просто все заживает. Ну, это круто, это дает нам, болельщикам, верить в то, что невозможно и правда возможно. Сейчас, где-то должен был появиться Дима Беллан. Тут Дима Беллан Белого Рояля и Женя Плющенко продолжает выступление. Две балерины уже здесь на месте в эфире, если что. Слушайте, давайте еще поздравим, давай, Женя, еще поздравим нашего Семена иллюстрата, я просто знаю, что его прямо сейчас, в эту минуту... И нашим эфиром запостила сториз как раз-таки. я очень, конечно, переживала и очень рада за Семена и также следили за ним в Пенчане и, конечно же, вот прям вот ребята там в Новогорске тренировались и мы вот видели, как в начале сезона Олимпийского мы вот прям параллельно были в Новогорске и мы видели, как они готовились, как они постоянно крутили велосипеды, то есть это вечная работа и вот за Семена очень рада. Да, его прямо сейчас награждают и многие спрашивают, почему не хочется ли вам, спортсменам, сразу получить свою медаль, потому что сначала а-ля там цветочная церемония, а потом на следующий день это... Я не знаю, почему, потому что на тех же играх в Ванкувере, да, то есть вот выигрываешь и награждение сразу же на льду и просто для нас это как-то символично, потому что на всех соревнованиях нас награжают на льду и ты вот стоишь в коньках, платье и вот тебе вот вешают медаль, дай бог, золотую, и это вот прям распирает тебя от гордости, но я вот честно, я не знаю, почему сначала цветочная церемония и потом куда-то едем без коньков, без платьев. для меня лично было бы приятнее, если бы мне вот серебряную медаль повесили бы вот в костюме, в коньках, как на чемпионате мира и вот там дай бог гимн, да, но вот это все, это, конечно, очень важно, не знаю почему. А вам вешали, я помню, тебе это была укутана вообще шапка, такая витрина была в этой корее, на этой площади, мы там все замерзли и смотрели на пятистал и думали, как вообще вам, фигуристкам, не холодно, и вы все закутаны, и вот я согласна, что красиво в платье. 25, и когда держишь медаль, рука примерзала к медали, потому что было безумно холодно, это был, наверное, самый холодный момент в моей жизни, потому что было очень интересно, когда после личного, потому что я взяла еще командную медаль свою, и я вот стояла с ними с двумя, лапки вот так вот скрючиваются, но ты вот стоишь с этими олимпийскими медалями, и ты их держишь, потому что они твои. Да, интересно было. Ну да, Леша Ягудин рассказывал, что их награждали и на льду, и потом еще раз устраивали для жителей города в городе, на площади. Они сдавали медаль, и потом обратно вешали. Я говорю, то есть тебя как будто дважды наградили. Он говорит, да, ну тоже прикольно, что дважды постоять. Это, наверное, больше для фигуристов как-то было бы правильнее, потому что для нас важно, чтобы мы вот были в полной амуниции, и вот только вот ты вот выиграл, и тебе сразу же на, и ты вот стоишь такой, да, вот оно. Хочется, чтобы по головке погладили сразу, знаете ли, не откладывая на следующий день. Да, да, да. Давай еще поздравим Вика Уайлда, который на днях выиграл тоже бронзовую медаль, и что символично, что для ребят и для Семена и для Вика эти бронзовые награды, ну, с золотым отливом, что ли. Вот, как ты относишься к этому выражению? Потому что я знаю, что мы с Лешей вели эфир, и он мне сказал, что так нельзя говорить, что золото из золота, бронза из бронзы, и это тоже хорошо. Нет, я абсолютно с Лешей согласна, что судить, что эта медаль с золотым и не золотым отливом имеет право только сам спортсмен, который получает эту награду. Потому что только он сам знает, через что он прошел и к чему он был готов, и свои ожидания знает только спортсмен. И как-то, когда общество начинает судить, что, ой, ну, бронза, но с золотым отливом, а ты сидишь, и ты неудовлетворен. Ну, вот, я не про конкретный случай, да, с Виком Вайлдом, да, но вот просто получается, и это вот, думаю, что только спортсмен может судить, золотой это отлив или нет. Потому что, ну, ну, в общем, да. Ну да, ребята сплакнули после того, как поняли, что они выиграли бронзовую медаль. Я как раз таки сегодня писала интервью с Виком. Совсем скоро наши подписчики тоже увидят это самое интервью. Я у него спросила, я говорю, ты плакал от того, что, ну, как бы ты счастлив, что это медаль, потому что Вик Вайлд, первый в истории сноубордист, который на одних олимпийских играх выиграл две золотые медали, это случилось в Сочи на наших домашних играх. Я говорю, или ты всплакнула от того, что, типа, все закончилось и самое сложное позади. Он говорит, ты знаешь, это и то, и другое. Просто я с Виком, говорит, я не могу разделить, это и то, и другое. Вроде как, все закончилось и вот она, медаль, и счастье, и радость, и, говорит, и какие-то смешанные очень эмоции. Да, это одно из самых острых ощущений, когда ты доезжаешь в произвольную программу и останавливаешься и делаешь глубокий вдох и понимаешь, все, вот оно, наконец-то, это очень долгожданный момент на самом деле, но одновременно грустный, потому что твой большой подходит к концу и не всегда хочется отпускать, но в основном это такое облегчение, которое ты ждешь на протяжении года, может быть, а возможно даже четырех. Женечка, какие планы на завтра, что планируешь посмотреть? Хоккеисты наши завтра играют, пойдешь ли на матч? Хоккей съезжу, да, думаю, съезжу. Да, сейчас, кстати, у нас конькобежный спорт идет, несмотря на то, что уже полдесятого вечера, но соревнования в самом разгаре, там пять тысяч метров, Наталья Воронина, наша прекрасная, неповторимая, действующая обладательница, кстати, мирового рекорда именно на этой дистанции. К сожалению, нет у меня здесь в комнате телевизора, но когда я заходила в прямой эфир, она была по-прежнему лизером, поэтому держим пальчики, болеем вообще за наших. И, Женечка, спасибо тебе огромное. вот такие эфиры, вот такие эфиры будем делать раз в несколько дней, потому что, ну, правда, интересное мнение именно с партнерсменом. Биго! Твой телефон что-то знает. Я закончила. Потому что, да, правда, интересно, вот именно от действующих, ну, как бы, от спортсмена, который выступал, выигрывал олимпийские награды, дважды выигрывал чемпионат мира, узнать твой взгляд, потому что все равно я смотрю уже взглядом как бы журналиста, мне важно, тут статистика, тут сравнить, тут история, а ты все равно смотришь именно со стороны эмоций. Спасибо большое в эфир. Вам рассказать, что чувствую спортсмен во время тех или иных моментов, потому что я как-то в медиапространстве, я пока что только начинающий человек, начинающийся эфиратор, или форсер, поэтому выбираю с опытом, но могу сказать, что ощущает спортсмен в моменты и уфа, или наоборот это ощущает, потому что было и то, и другое, и третье, и театр. Да, ну и судя по комментариям, да, извините, друзья, мы сегодня, у нас такой первый эфир, мы не читали ваши комментарии, не было как-то времени, было много эмоций, обещаю, я обещаю исправиться, потому что это моя задача читать вопросы и комментарии в прямых эфирах, но могу сказать, Жень, что здесь было многое из того, что я видела, что людям нравится, как ты комментируешь, поэтому продолжай, развивайся, коллега, очень приятно, что у нас вот такое пополнение. Давай, спасибо большое тебе, на связи, следите за прямыми эфирами, не пропускайте, а мы вас будем заранее предупреждать. Вот. Все, пока, женщина, спокойной ночи, доброго-доброго вечера. Ну что, дорогие друзья, это была Евгения Медведева, наш посол нашей олимпийской команды, следите за играми, подписывайтесь на наши аккаунты «Олимпик», нижнее подчеркивание, «Раша» в Телеграм-канале, в ТикТоке мы тоже присутствуем, и здесь, в Инстаграме, все самое интересное, эксклюзивное о наших спортсменах, публикуем именно в социальных сетях, ну и, конечно же, на нашем сайте, болейте, переживайте, всем нам победного настроения и невероятно приятных эмоций от этих олимпийских игр, ну и, конечно же, побольше, побольше наград в копилку нашей команды. Всем хорошего вечера, потому что у нас уже вечер, у нас уже ночь, мы скоро отправимся спать, досмотрим соревнования, отправимся спать, а вам прекрасного дня, если вы живете в Москве, в Санкт-Петербурге, в общем, хорошее настроение, победного, пока-пока, до встречи в следующем году.